Бросившие все нажитое в разрывающемся от снарядов в городе, жители Арыси нашли временную прописку в 42-х эвакуационных пунктах Шумкента. В экстренном порядке пункты приема граждан открылись по всему третьему миллионнику – в мечетях, университетах и школах. Так, в 9-м лицее за сутки обрели место для ночлега более 400 человек. Шумкентцы не остались равнодушными к судьбе жителей Арыси. Без прерывов в эвакуационные пункты доставляют еду, одежду и предметы быта. Горе людей сплотило жителей мегаполиса. Неравнодушные наши родители, неравнодушные выпускники нашей школы, все приходят спрашивать, что как. Многие выражают желание приготовить что-то на обед. Те же наши родители порционно, в одноразовой посуде, все это приносится, готовят. Вот на данный момент сейчас у нас одни из родителей тоже готовят плов. Сейчас свежий плов подастся к обеду. У нас рядом существует, функционирует баня. Мы разговаривали о хозяином бани. Он сказал, пожалуйста, в любом количестве, сколько надо, пусть все искупаются, без проблем. Даже вопроса не может быть. Вот такой ответ. За обеденным столом собралась вся семья Насипы Бердебековой. Еще два дня назад экстренная эвакуация раскидала их по разным частям Тургестанской области. Воссоединились жители Арыси только в Шумкенте. Моих родных разделила. Внуки были один в Сарагаше, другой в Казыгурте, третий в Шумкенте. Не дай Аллах никому такое пережить. Но с нами связались люди, сказали, где они находятся. И мы все нашли друг друга. Когда начались взрывы, я вообще ни о чем не думала. Все документы бросила, внуков взяла и побежала. Там у нас скот остался. Все осталось, жизнь осталась. Но главное, что мы и все живы. Не передать, как мы благодарны людям, которые нас приняли. Спасибо. Эвакуация жителей города Арыси началась 24 июня. Сначала случился пожар на территории воинской части. А затем произошли взрывы боеприпасов. О случившемся люди спустя трое суток вспоминают Содраганиев. Только я побрился, только побрился, хотел помыться. Бу-бу-бу! Галахнуло. И как раз шар такой. Потом второй. Я думаю, все. Один раз в войне был взрыв. Лет 10 тому назад. Убежал все там, убегали все. Кто в трусах, кто его. Вот так вот убежал. Документы стопанул. Пять тысяч у меня было. Я раз стопанул. И убегать. Мы как услышали взрывы, сразу убежали. Сначала побежали на возвышенность, на холм. Потом уже в город нас подобрали люди на машинах. Спасибо, что хоть живы остались. Остальное все не важно. Еще один пункт приема эвакуированных арысцев открылся в 33-й школе. Вначале здесь зарегистрировались больше полутора тысячи человек. Остались в стенах школы порядка 200. Остальных, бежавших от взрывов, распределили по общежитиям. Отправили к родственникам. Других приютили неравнодушные горожане. В эвакуационном пункте остались лишь те, кому сейчас идти некуда. Люди стараются жить дальше. Читают газеты, общаются. Самые маленькие арысцы развлекают себя играми. Вспоминать тот день страшно. Нас даже не предупредили. Мы услышали взрывы и начали бежать. Страшно очень. Ни документы не взяли, ничего. Только лишь бы спастись. Слава Аллаху, что мои родные все остались живы. Это самое главное. Здесь, в Шимкенте, нас очень тепло приняли. Спасибо большое. Из Арыси эвакуировали 45 тысяч человек. Больше 20 тысяч из них нашли временное убежище в третьем миллионнике страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...